Слово из Иерусалима Я сегодня здесь не один, со мной мой драгоценный друг, пастор из Сиэтла, из США, пастор Виктор Лебедь. Пастор, я приветствую вас здесь вновь в Тель-Авиве, мы сегодня находимся в Тель-Авиве, потому что это пасторско-лидерский семинар. И вы в прошлом году были здесь, и в этом году вы здесь для того, чтобы назидать и созидать нас, и это для нас благословение, Словом Божьим. И я хочу вам сказать, после каждого семинара я просто насыщен хлебом с небес. Вы помните, Иисус сказал, я хлеб, пришедший с небес. Спасибо вам за это слово. И вы помните, что наша программа о исцелении. Я вам задавал некоторые такие вопросы, даже можно сказать, каверзные в прошлой программе, но вы на самом деле благословили нас. Вы благословили, Бог через вас двигался, и люди свидетельствуют, что приходит исцеление в их жизнь и так далее, тому подобное. Я хотел зачитать 1 Петра, 2 главу, 24 стих. Написано, он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Вот объясните нам, как вот этот стих может стать плотью в нашей жизни? Ну, это, с одной стороны, оно и просто, а с другой, может быть, и непросто. Все зависит от человека, от взаимоотношений с Господом. Когда человек имеет отношение с Богом, откровение, Слово Божье, это все понятно. Потому что Библия четко говорит, второе послание Коринфянам, что буква, она убивает, а Дух животворит. То есть одно и то же слово, оно может работать как исцеляющее слово, и это же слово, если это будет просто буква, оно будет убивать. Поэтому для того, чтобы получить исцеление, или чтобы обетования Божьи работали в нашей жизни, нам необходимо получить личное откровение. Личное откровение. Что нужно для этого делать, чтобы получить личное откровение? Нужно, есть написано Исаии, что Бог живет на высоте небес и в освятилище, и также в сокрушенном и смиренном духе человеческом. Когда человек смиряется, когда человек ищет Бога, обязательно там, где есть смирение, туда приходит Бог. Вы вот только задумайтесь, что Бог живет на высоте небес, в освятилище, и также написано в смиренном и сокрушенном сердце и духе. А можно сказать, что, я недавно об этом проповедовал, что смирение – это хорошая почва для Господа, куда он сеет, вот сердце, смиренное сердце – это добрая почва для Господа, куда он сеет свое слово, и мы верой растворяем его слово. Значит, вера – это все необходимые минералы и витамины для того, чтобы плод пришел, для того, чтобы семя выросла. Можно сказать так? Да. Можно так сказать, но я бы сказал по-другому, что смиренный и сокрушенный дух, он просто открывает над нами небеса. Да. Когда мы смиряемся и сокрушаемся перед Богом, тогда слово Божие становится плотью. И вот через смирение Бог начинает давать нам откровение, потому что «Бог гордым противится» написано, а смиренным дает благодать. Мы нуждаемся в благодати каждый день. Благодать нужна не только для спасения, но чтобы жить, мне нужно каждый день благодать от Господа. Да. Поэтому, если мы открыты пред Богом, смиренные, и мы через смирение, я верю, так же приходит и вера. Вера приходит от слышания. Но когда ты читаешь Слово Божие, и ты принимаешь это Слово в смирении, то вера твоя возрастает. И исцеление твое написано так же «возрастет». Да, вы в прошлый раз тоже говорили об этом. Я знаю, что сейчас ваша церковь, и вы пытаетесь сдвинуть церковь очень сильно в посте и в молитве. Да. Мы сейчас коснемся этого. Но я хотел зачитать такое местописание. Это Исайя, 66 глава, 1 и 2 стихи. «Так, говорит Господь, небо, престол моя, земля под ножей ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». Аймэн. Это просто утверждает то, что вы говорите? Естественно, да. Расскажите нам немножко, потому что я знаю, что через это служение, которое сейчас в вашем духе, которое Бог заложил внутрь вас, я знаю, что Бог каждому пастырю говорит о посте, о молитве. Это естественные процессы Божьи, которые приходят в нашу жизнь, потому что это заложено в Слове Божьем. Но объясните нам немного, потому что не всегда пастыря берут это и как видение используют. Объясните нам немного, что происходит у вас в церкви, потому что я знаю, что люди получают через это исцеление. Аминь. Люди получают исцеление. Библия говорит, недостаток введения, народ гибнет. Но если мы смотрим из Слова Божьего, что вопрос смирения, допустим, как можно смирить себя. Ветхий и Новый Завет показывают, что смирить можно себя через пост. То есть смирение приходило через пост. Смирять и души свои. Да, через пост. И смотрите, и молитву. А Христос, когда уходил из этой земли, когда к нему приходили ученики Иоанновы, говорит, вот Иоанновы ученики пастятся, а твои не пастятся. Он говорит, сейчас жених с ними. Как только жених будет забран от них, они начнут поститься. Я верю, что пост и молитва – это неотъемлемая часть вообще любого верующего человека. Христос сказал, когда они не могли освободить этого мальчика, помните, когда он сошел с горы преображения. И ученики, когда он изгнал этого беса, он говорит… Они спросили, почему мы не могли это сделать? Да, почему мы не могли это сделать? Он говорит, этот род изгоняется только постом и молитвой. Я больше хочу сказать, что пост и молитва может прогнать дьявола из твоего дома, из своих финансов, из чего угодно. Пронести исцеление в какие-то сферы твоей жизни. На уровне духовном, на уровне душевном, на уровне физическом. Это помогает. И вот здесь возрастает вера. Когда ты лично двигаешься, вы понимаете, можно очень много изучений. И мы двигаемся очень часто по причине откровения какого-то человека. И я всегда говорю, что если ты слышишь какую-то информацию и используешь эту информацию, но не получил откровения, это не откровение. Это просто информация и на основании… Это оболочка без духа. Да. На основании информации человек может провозгласить только лозунг. Это форма. Это форма. Это система. Да. А система, не имеющая духа, как вы сказали, она как буква, которая умертвляет. Да, совершенно верно. Как только человек начинает принимать это, ему открывается вот это понимание откровения, потому что вера приходит через слышание Слова Божьего. Знаете, я получил сейчас откровение. Я хочу обратиться к нашим зрителям. Это откровение сейчас. Вы сказали, что через смирение мы можем принять свое исцеление. Когда мы постимся, мы смиряем свои души пред Богом. Когда мы постимся и молимся пред Его лицом. Знаете, значит получается, вы можете принять свое исцеление, слыша нас сейчас. Потому что это также Слово Божье. Аминь. Вы можете получить исцеление, когда вы находитесь один. Но я хочу вам точно сказать, потому что при двух свидетелях Слова Верно, при двух-трех свидетелях, вы можете взять пост и молиться за свое исцеление. Смириться перед Богом для того, чтобы получить это. Как получает человек откровение? Он начинает... Откровение это что-то, что лежит глубоко. Он начинает копать. Он начинает изучать. Ему это интересно. И его вера начинает расти. Я хочу сказать вам сегодня, если вы слышите и видите, не переключайте канал, потому что это программа для вас. Бог хочет коснуться ваших сердец. Бог хочет изменить ваши жизни. Он хочет обновить вашу веру и ваш дух. Если вы будете поститься и молиться, то некоторые обстоятельства в ваших жизнях изменятся. Изменятся почему? Потому что Бог посетит вас. И если вы нуждаетесь в исцелении, это время, чтобы взять пост и молитву по имя Иисуса Христа. Да, пастор, я хотел бы просто напомнить еще одно местописание, где Бог говорит... Он говорит Соломону, если смирится народ предо мной, и если он покается в грехах своих, придет ко мне, то и взыщет лица моего, то я услышу с небес и отвечу, и исцелю землю их. Амэн. Это очень интересно. Значит, получается, через пост мы можем смириться. Видите, вот это местописание говорит о том, что там написано «Мой народ». Когда мой народ смирится. То есть, опять-таки, из этого местописания мы видим, что народу Божьему необходимо смиряться. Необходимо не забывать. Есть моменты... Совершенно верно. Мы видим, что как бы есть возможность человеку выйти из состояния смирения. То есть, другими словами, что гордость преследует любого человека. Да. Но в зависимости от того, насколько человек как бы ищет Бога, насколько он понимает Бога, насколько он хочет взыскать Бога, и Бог начинает работать в его жизни. Поэтому вопрос смирения, вопрос народа Божьего, это нужно не забывать это. Надо понимать это. И когда мы нуждаемся в исцелении, то мы смиряемся пред Богом. Сколько было случаев, когда врачи уже поставили точку, диагноз, это уже невозможно. Но я хочу вам сказать, дорогие телезрители, кто сейчас нас смотрит. Вы понимаете, что для Бога нет ничего невозможного. Бог, Он есть Творец. Если посмотреть на каждого человека, Бог знает все органы, потому что Он Творец, Он сотворил, Он соткал тебя у трубы матери. Поэтому для Него нет ничего невозможно. Если у вас любая болезнь, любая немощь, слово Божье говорит, что Он понес, Он забрал все наши болезни и понес все наши немощи. Для того, чтобы Он забрал, нам нужно их отдать. Как мы можем отдать свои болезни? Я верю, что каждый человек хотел бы отдать свою болезнь. Но вот здесь, опять-таки, надо понимать, как отдать эту болезнь. Надо поверить в Слово Божье. Надо просто поверить, включить свою веру. Но опять-таки, вера не включится, если ты слушаешь какие-то мирские, я не знаю, какие-то передачи. И пытаешься мирские методы внедрить. Мешать, мешанина не пройдет. Железо с глиной. Но этого нельзя делать. Дух Святой, Он может использовать только Слово, которое у нас уже есть. Потому что Он автор Слова. Он автор Слова. И если есть Слово Божье внутри тебя, то Дух Святой в свое время приходит, берет это Слово и начинает это Слово становиться плотью. Оно двигает человека и приходит исцеление. Пастор, я хотел в точности прочитать, что здесь написано. Это второе, Паралипоминон, 7 глава, 14 стих. И смирится народ мой, который именуется именем моим. Кто это, если это не мы, которые хвалимся именем Господа Иисуса Христа? И будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их. Вот смотрите, Он простит грехи, написано. А в 1 Петра, 2 глава, 24 стих написано. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, для истины Божьей. И ранами его мы исцелились. Значит, грех и болезнь, они связаны между собой. Совершенно верно. Здесь написано во второй книге Паралипоминон, что отвратиться от худых путей. Смотрите, есть взаимосвязь. Худые пути ведут к болезни. Болезни физической, духовной, душевной. Болезни целой нации. Написано, что я исцелю землю. То есть, когда от худых путей отвратится народ. Обратите внимание, что Бог, Бог любви. И Он желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог заинтересован, потому что Он отдал Своего Сына. Он хочет исцеления, спасения для всех людей. Но грех и святость Божия не совместимы. Ты не можешь их, они не могут соединиться. Поэтому человек, есть причина, есть причина. Я имею такие свидетельства, когда Бог исцелял совершенно неверующих людей. Но, когда человек был исцелен, Бог четко давал откровение. Теперь иди и упредь не греши. Как ты и женщина. И не делай этого, больше этого не делай. Чтобы не постигло тебе нечто худшее. Пастор, а можно сказать, что когда мы смиряемся, когда мы приходим в понимание посвящения, мы посвящаем своей жизни Богу. Ну, без смирения не будет посвящения. Я бы так сказал. Значит, смирение приносит в нашу жизнь посвящение Богу. И, знаете, я хочу сказать. Там есть такое слово. Иоанн говорит, мне нужно умоляться Иисусу, а тебе, Иисус, нужно возрастать. Значит, когда мы смиряемся, мы умоляемся. Когда мы смиряемся, мы посвящаем себя Ему. Мы умоляемся, нас становится меньше. У нас даже на еврейке песня есть такая. Хочу тебя больше, Господь, и чтобы меня было меньше. Это не унижает нашу личность. И не уничижает нас. Мы понимаем, о чем мы говорим. Значит, получается, что мы умоляемся, Господь возрастает, и Бог есть свет. И возрастает исцеление. Совершенно верно. Смотрите, Христос говорит о свободе, что если сына особо нет, то истинно будете свободны. Но выше он говорит о дьяволе. Он говорит, вор от начала. Он пришел украсть, убить и погубить. У него цель – обмануть человека. Посеять ложь. В начале, перед тем, как он ворует, Иисус сказал о нем, что он отец лжи. Отец лжи. Да. И вот это вообще, почему даже верующие, скажем, почему мы нуждаемся друг в друге? Почему мы, апостол Павел пишет, что мы тело Христа? Да. Что церковь – это тело Христа. В одиночку мы долго не протянем. Но вместе мы идем. Вместе мы можем увидеть, где подкрадывается ложь, где есть обман. Вот почему существуют, скажем, христианские телепередачи, почему существуют церкви, почему проповедуется Слово Божие, почему откровение высвобождается. Для того, чтобы церковь Божия или народ, люди, они познали истину. А истинно является Иисус. И смотрите, только Иисус может сделать человека свободным. Я хочу сказать вам, вам нужно идти в церковь. Послушайте меня внимательно. Вот вы видите, мы пастыря, но мы такие же люди. Мы рождены так же, как и вы рождены. Может быть, мы в разных городах родились, в разных местах, но мы тоже рождены мамами, слава Господу. И знаете, я хочу вам сказать, что мы проходим такие же слабости, как и вы. И я хочу сказать, что даже мне, я, если, знаете, бывает, когда мы отдыхаем, просто мы берем отдых, отпуск и так далее. Ну, знаете, я мечтаю возвратиться уже в церковь, потому что мне не хватает общения с верующими, с телом. Я хочу сказать вам, нам нужно общение с Богом, и когда мы больше с Богом общаемся, мы понимаем, что мы нуждаемся в друг друге. Вам нужно вернуться в церковь. Есть человек, есть девушка какая-то, тебя зовут Марина. Ты не можешь принять свое исцеление, потому что ты не возвращаешься в церковь, ты обижена. И эта обида просто приносит тебе дискомфорт, эта обида приносит тебе эту болезнь. Бог хочет, у тебя болезнь по-женски. Послушай, Бог хочет тебя исцелить, и Он хочет тебя освободить от обиды прежде всего. Вернись в свою церковь, не оставайся одной. Потому что это план дьявола, чтобы совсем тебя разрушить, чтобы разрушить твою жизнь. Не оставайся, возвращайся в церковь во имя Иисуса Христа. Это прекрасное время от Господа. Потому что люди получают слово. Знаете, воодушевление приходит через то, что вы говорите, через это служение. Слава Господу! Я бы хотел сказать, что непрощение, обида на одном, на своем месте, но непрощение удерживает человека от Божьих благословений. Да. Дорогие мои, поймите, Бог прощает. Порой ты встречаешься с людьми, говорит, ой, Бог меня просил, я сам себя, я сама себя не могу простить. Дорогие, поймите, это опять-таки ложь дьявола. Если Бог тебя, всемогущий Бог прощает. Кто ты, что ты себя не можешь простить. И очень важно, независимо, есть люди, которые не получили в свое время, может быть, любви от родителей, от отца, от матери, от ближних. Кто-то их сильно обидел. И вот люди живут с этой обидой. Дорогие, это задача дьявола удержать человека в непрощении и в обиде. Это как рабство, это тюрьма, в которой находится человек, и он смотрит, нет выхода. Как только ты начнешь прощать, как только ты отпустишь, написано, что он отпустил измученных на свобода. Отпусти внутри себя тех людей, которых ты держишь. Бывает такой момент, что люди даже и не знают, что ты их держишь. Этим людям, которых ты не прощаешь, они как жили, так и живут. Им от этого ни холодно, ни жарко. Но ты страдаешь от этого. У тебя болезни духовные, у тебя болезни душевные, физические, депрессия. Я вам хочу сказать, что в отношении депрессии вообще человек, который рожденный свыше, который знает Господа, который действительно стал свободен, получил свободу от Иисуса, такое понимание, как депрессия, для него не существует. Пускай все врачи всего мира мне будут говорить, вот сейчас такое время, время технологий, сейчас тяжелое время депрессии. Дорогие, депрессия – это продукт дьявола. А свобода и мир – это от Бога. А знаете что, пастырь, проблема, что мы принимаем этот продукт от дьявола очень легко. А вот что касается Господа, некоторые вещи мы принимаем тяжело. Потому что много информации есть. А я вам скажу еще одну вещь. Иисус сказал, будьте как дети. Я заметил, что многие верующие тогда, в то время, когда они покаялись, приняли Господа, они так просто принимают все. Но как только они начинают взрослеть в духе, им становится тяжело, тяжелее принимать исцеление от Бога. Им легче принять эту депрессию, все эти вещи, всю эту информацию дьявольскую. Вы говорите много информации. Я хочу сказать, что значит нужно заглядывать в Библию. Потому что здесь было, есть и будет. Здесь все написано. Это единственная абсолютная истина. Это Слово Божье. Единственная. Это абсолютная истина, которая существует на земле. И люди порой берут что-то, подмешивают, делают свои какие-то вещи. Но человек должен понимать, что Бог оставил свое Слово. Аминь. И вот стоять на этом Слове и жить. Можно, как я всегда люблю говорить, можно прожить жизнь на земле, а можно прожить правильно. Как ты можешь прожить правильно? Только если ты будешь стоять на Слове Божьем. Если ты будешь просто двигаться, созидать, строить свою жизнь на оставании Слово Божьем. Знаете, Слово Божье, написанное Слово, Ветхий Завет, тень будущих благ, как написано там, оно воплотилось в жизнь. Иисус пришел. И я считаю, что то, что мы сегодня высвобождаем, и то, что мы говорим в жизнь наших телезрителей, наших драгоценных братьев и сестер, мы это делаем, потому что мы любим вас, оно должно стать плотью. А как? У вас уже внутри вас есть вера. Если вы верите, что Иисус Господь, если вы верите в своем сердце, провозглашаете своими устами, уже есть вера внутри вас. Используйте эту веру. Потому что в евреях написано, им не принесло пользу Слово Слышанное. Они не использовали веру, не растворили Слово верой. Но вам нужно использовать веру, которую Бог даровал вам, для того, чтобы это Слово превратилось в плоть, для того, чтобы вы могли вкушать, как благ Господь, твердыня ваша, и нет ни правды нет. Буквально осталось две минуты, пастор. Я прошу вас, помолитесь, пастор Виктор, за наших телезрителей. Я слышал, в своем духе есть какой-то человек по имени Евгений Женя. Бог исцеляет тебя, прийми свое исцеление, но во имя Иисуса Христа. Пожалуйста, пастор, помолитесь, потому что люди пишут нам, люди нуждаются в исцелении. Вас сегодня показывают в 170 странах мира. Все русскоязычные люди, которые смотрят эти передачи, они видят вас благословительно. Я хотел бы обратиться к телезрителям, Ветхий Завет говорит много нам, дает много имен всемогущего Господа. Но Новый Завет открыл нам Отца Небесного. И я просто в духе своем сейчас чувствую, что есть люди, которые отвержены были своими отцами. Это чаще девушки, женщины, которые не испытали, и мальчики, и мужчины, которые сейчас выводят, они не испытали любви Отца. Я вам хочу сказать, что вам нужно сейчас обратиться к Богу, к Господу. Он Отец Небесный. Написано в Исаии, что если даже и мать забудет родное дитя, то Бог тебя никогда не забудет. Я бы хотел сейчас просто помолиться, молитвою за вас, благословение, благословить и помолиться за исцеление, чтобы Бог исцелил вас внутри вашей душе и в вашем теле. Отец, во имя Иисуса Христа, мы сейчас благословляем телезрителей, тех людей, которые сейчас у экранов телевизора. Я просто прошу, Отец, во имя Иисуса, прикоснись там, к этим женщинам и к этим мужчинам, к этим мальчикам и к этим девочкам, во имя Иисуса Христа. И я прошу тебя, Отец, во имя Иисуса, исцели душу, прикоснись. Написано, что ты пришел для того, чтобы исцелить сокрушенные сердца. Сокрушенное сердце – это разбитые эмоции, это отвержение, это непрощение. Я сегодня просто провозглашаю полное освобождение, полное исцеление на уровне души во имя Иисуса Христа. И также я сейчас прошу, во имя Иисуса, прикоснись к телу. Те болезни, которые есть в теле, нет ни одной болезни, которую невозможно исцелить тебе, Господь. Потому что Слово Твое говорит, что ранами Иисуса вы исцелены. Я сегодня провозглашаю на основании Слова Божьего, что вы получаете исцеление посредством ран Господа нашего Иисуса Христа. И мы просто благодарим и славим тебя. Слово Божье говорит, что он истинный и верный. Прими свое исцеление во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо, пастор Виктор. Это благословенное время от Господа. И также через... Буквально завтра вы будете служить в нашей церкви. Наши люди ожидают. Мы ожидаем. И мы покажем эту проповедь также на ТБН. С вами сегодня был пастор Виктор Лебедь и пастор Орен Левари. Мы любим вас. Бог любит вас еще больше. Мы встретимся в следующей передаче. Шалом вам. Шалом вам, драгоценные. Вы только что просмотрели программу «Слово из Иерусалима». И мы говорим о исцелении. Вы знаете, что легко принимать Иисуса Господом и Спасителем, но тяжело Его принять Целителем. Точно так же, как Он Господь и Спаситель, Он наш Целитель. Иисус наш Целитель. Ранами Его мы исцелились, написано. Поэтому исцеление это для тебя. Я не знаю, чем вы болеете. Я не знаю, что вас тревожит, какая немощь в вашем теле. Но Иисус может все. Он пошел на крест и забрал наши немощи и болезни. Поэтому примите это верой. Откройте свои сердца и примите это. Я благословляю вас. Пусть Бог обильно благословит вас своими Иисуса Христа. Я также хочу поблагодарить наших партнеров, соработников на Ниве Божьей. Спасибо за вашу верность. Вы служите нам своими молитвами и финансами. Бог не просто не забудет этого, Он воздаст вам старицей. Он воздаст вам во сто крат. Обильно воздаст. Потому что Он сказал сеяние, жатва вовеки не прекратятся. Он Сам, который может сделать несравненно больше, чего мы просим или помышляем, ответит вам на ваши молитвы. Если вы еще не стали нашим партнером, откройте свои сердца. Если Бог проговаривает ваше сердце, не пастырь Оран, Бог, то станьте нашим партнером. Вы можете видеть наши координаты. После этой программы напишите нам и мы ответим вам. Также, если ты не знаешь Иисуса и не принял Его своим Господом и Спасителем, повтори за мной эту молитву. Скажите, дорогой Бог Отец, я грешный человек, я признаю это. Я каюсь. Прости мне мои грехи, омой, очисти меня кровью Иисуса Христа. Господь Иисус, я верю, что ты умер за мои грехи и воскрес для моего оправдания на третий день. Я открываю свое сердце и я прошу тебя, войди в мое сердце, стань моим Господом, Спасителем и Целителем. Крести меня Духом Святым и помоги следовать за тобой. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Если вы помолились этой молитвой, вы дети Божьи, вы наши братья и сестры. Бог любит вас. Пусть Бог обильно благословит вас. Напишите нам и мы ответим вам. С вами был сегодня пастор Орен Левари, пастор мессианской общины, царь Великой Славы. Я люблю вас. И мы все любим вас в этой церкви. Мы молимся о вас. Пусть Бог обильно благословит вас. Но знайте, что Бог любит вас еще больше. И всегда, когда вы обращаетесь к Нему в молитве, Он слышит вас. Он знает каждый ваш день. И Он знает полностью, в чем вы живете. Не беспокойтесь. Он обязательно услышит и ответит вам. Пусть Бог благословит вас. Шалом из Иерусалима. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok